В Днепр доставили тела троих бойцов, погибших на Светлодарской дуге еще 1 мая. Несколько суток боевики цинично вели торги и не отдавали тела, и лишь после вмешательства волонтеров и длительных переговоров передали груз 200. Сегодня в Днепре попрощались с погибшими героями. Подробнее наши корреспонденты. Младший сержант Юлий Мальков, сержант Сергей Смирнов и старший солдат Анатолий Бишко, бойцы 43-го мотопехотного батальона ВСУ. На Светлодарской дуге они выполняли боевое задание. Владислав рассказывает, с командиром 3-й рот Юрием Мальковым познакомились в зоне АТО. 1 мая на Светлодарской дуге Малькова ранили. Его сослуживцы пошли на помощь и попали в засаду под шквальный огонь. Если вы подбили кого-то, то есть шанс, что за ним придут. Почему бы там не устроить засаду? Это везде нормальное явление. Просто хлопцы нарвались. Из-за сильного обстрела забрать сразу тела погибших бойцов не удалось. А боевики отказались их отдавать. Начались торги. Торгувались, хотелось что-то выторговать. Это, по-первых, аморально, а по-вторых, это грех. Так что торговать за рахунок мертвых тел, что-то себе выторговать. Несколько суток велись переговоры. Все это время в городе Счастье находились представители поисковой группы «Эвакуация». Ее командир Олег Нищадим говорит, что боевики постоянно меняли время и место. Лишь 5 мая удалось добиться результата. Тела отдали, но на каких условиях удалось договориться, не разглашают. Нам удалось их забрать и повернуть. После чего мы были в Бахмуте, где спецслужбовцы их опознали, что это действительно вины. В Днепре провели судебно-медицинскую экспертизу. Затем у морга с погибшими простились и служивцы, и простые горожане. Провожали в последний путь на коленях. У меня просто муж раньше служил в 43-м, поэтому я пришла. Уже сегодня поисковая группа доставит погибших в их родные города. Двое бойцов из Днепропетровской области, один из Херсонской.